Я Вячеслав Меликов, инструктор по подводной охоте, руководитель компании Tiger. Сегодня я покажу вам, как клеить карбоновые лопасти в галоши. Мы будем вклеивать лопасти турецкого производителя Labrax, турецкий же галоши Labrax. Посмотрим, что получится. Итак, первое, что мы делаем, это мы обезжириваем внутреннюю часть, куда будет заходить лопасть. Проходим ватной палочкой, очищаем. Вот там может быть такой черный налет на самой ватной палочке. То есть внутри грязи достаточно много. Есть. Итак, мы проверили, что лопасть находится в галоши, ровненько, угол совпадает. Теперь клей. Используем качественный ценно-клелатный клей, в данном случае Космофем. Можно использовать другие клеи, такие как, например, Лактай. Теперь первое, что я делаю, это капаю на то место, где у нас галоша фиксируется с лопастью в области носка. Много клея наносить не нужно. То есть достаточно одной капли. Мы капаем и сильно прижимаем. Именно от силы прижатия будет склейка. Прижали, буквально 10 секунд, отложили. Берем следующую. Также сильно нажимаем, держим. Готово. Теперь с обратной стороны, вот здесь на стопе. Капаем сюда. Прижимаем. Прижимаем. Лишний клей можно сразу убирать, если он вытекает. Доносим клей. Раз. Два. Сначала прижимаем сверху. Чтобы лопасть оказалась полностью внутри. И фиксируем прищепками. У меня прищепки трех размеров. Поменьше. Потом средний. И потом побольше. Вот так. Вот мы снимаем прищепки. Клей уже застыл. Смотрим на результат. Вот такие у нас получились. Отличные ласты. Легкие. Прочные. От плавания и ныряния в которых владелец будущий получит большое удовольствие. Это Семиренко Глеб. Мой товарищ. Инструктор по яхтингу. Уже скоро в Средиземном море он их опробует. Спасибо за внимание. Рожде치. Семиренко Глеб. Спасибо за сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...